друзья всем привет вот такой у меня сегодня индикатор который нужно отремонтировать давно собирался но все никак причины не было а теперь мне нужно растачивать для колес втулки переходники и что с этим индикатором не так когда его нажимаешь он бывает назад не возвращается вот так вот у него сейчас нулевое положение как будто бы но что происходит когда на бок я его ставлю и нажимаю он видите не возвращается в ноль он возвращается в ноль только вот в таком положении где там какой-то противовес срабатывает и он вытянет к низу это не всегда видите что-то там в нем внутри заедает как только ставлю его на бок это тем более повторяется очень часто и он не возвращается на ноль это обычный китайский индикатор без всякой названия фирмы ну что можно с китайца еще взять ничего ты с него не возьмешь правильно есть там какой-то сертификат переходнички для крепления но это собственно все что с ним давалось так давайте будем пытаться его отремонтировать не знаю насколько это удастся что там китайцы такого сделали что он назад не может сам вернуться посмотрим сейчас посмотрим итак что мы имеем при нажатии сейчас я найду куда мне его надо переместить вот сюда винтики в сторону при нажатии у нас вот тут такая штучка и что получается что вот это вот она должна подниматься здесь вот крутится колесико шестеренка там видать и переходит на другую шестеренку вот в то место при его нажатии там все вращается видите он это коромысло оно должно всегда возвращаться в обратное состояние а что у нас получается боком так у нас возвращается а если мы ставим на бок вот видите не вернулась вот эта штучка болтается свободно свободно ходит вот эта часть не вернулась обратно такое ощущение что там какой-то пружинки не хватает что она не может сама вот так вот довернуться так что мы тут видим мы видим вот здесь ось есть в этом месте и вот здесь есть ось я попробую сейчас раскрутить вот эти шесть винтов в любом случае надо это дело раскручивать и что-то с этим делать смотрим смогу ли я поднять эту крышечку вот она снялась отлично и что мы видим что мы видим какое здесь устройство давай а это не снимается просто так не хочешь сниматься или ты не снимаешься снялась что мы имеем с той стороны ага с этой стороны мы имеем вот такие вот зубчики видите сейчас я ее вам покажу вот такие зубцы мы имеем на шестеренке ну прикольно так хорошо и что получается что вот это ерунда вот это вот ерунда сама не хочет возвращаться а почему она не хочет возвращаться а вот здесь есть пружинка вот она пружинка есть сейчас мы это уберем вот она пружинка видите вот она должна была возвращать но ее давление не хватает она получается что упирается в эту ерунду здесь видите какие у нас оська такая вот тонкая так ясненько ясненько понятненько ну вся система вот на этом вот колесике колесиком алесика которая ага у него есть тоже центровое такое положение ага вот она все таки его тянет еще сама пружинка тянет в сторону видите то есть она должна еще и вот этим вот его оттягивать понятно там то есть внутри еще что то есть какая то пружина как часовая круглая ну не важно суть в том что вот эта пружинка какая то очень слабенькая либо они ее зажали зажали на вот этот винтик не сильно ага тут просто болт крутишь и он тебе зажимает ну это через чур как бы наверное вот так вот смотрите вот здесь вот в этой детальке есть паз видите там паз есть вот сюда пружинка вставляется вот в этот паз ага вот нашел ну вы уж извините что я долго так соображаю я же не часовой мастер так нашел значит вот эта штучка вставляется сюда ее даже можно чуть-чуть взять вот таким вот образом я вам сейчас не буду это все на камеру потому что на камеру не получается итак есть собрали колесико туда-сюда вращаем и оно крутится теперь нужно вот эту пружинку надавить чтобы она заскочила за за вот эту как бы ее теперь туда чем-то надавить вот таким вот образом она туда заскочила видите и что у нас теперь получается что при надавливании видите довольно-таки серьезное давление теперь есть и оно его всегда хочет вернуть так это есть значит смотрите что я обнаружил друзья что вот под этим болтиком если вот сюда сильно нажать то он туго очень он не может видите не может как только я отпущу он начинает двигаться как только я придавлю он туго вот под это место нужно нужно мне под это место вставить маленькую фольгу под крепление вот под это место мне нужно вставить фольгу приподнять механизм чуть-чуть и наверное вот под это место тоже итак друзья берем вот такую фольгу которая с одной стороны бумажная защита у нее липучая такая вот фольга видите и из нее сейчас соорудим пару таких вот вставочек сюда так значит эта дырочка нам не нужна она нам не важна вот так вот так вот этот хвостовичок он должен упираться вот сюда тут все работает тут все движется все крутится все здесь есть может его надо вот так вот взвести и туда опустить ну давайте попробуем взведем и опустим во вот теперь он там движется но из-за того что нет взвода вот того механизма нет взвода вот этой шестеренки видите он туда-сюда болтается он туда-сюда болтается поэтому сейчас мы поджимаем один винтик надеюсь я отпущу ничего не случится вот этот зажимаем и чуть-чуть отпускаем проверяем да все шевелится все работает значит теперь следующий винтик мы чуть-чуть наживляем и следующий тоже чуть-чуть наживляем вот так вот и проверяю видите все шевелится механизм плавненько от малейшего касания шевелится но из-за того что там вот внутри есть в этом блоке есть пружина эта шестеренка она сейчас как маятник она туда-сюда туда-сюда видите туда-сюда туда-сюда ее нужно взвести ее нужно взвести как будильник это у меня иголочка такая и вот этой иголочкой я буду подавать вот эту шестерню и одновременно тормозить вот этим механизмом то есть приподнял взвел опустил приподнял взвел опустил приподнял взвел опустил ну может вот столько хватит смотрим сейчас у меня возврат идет все время в одно и то же место давайте еще попробуем давайте еще на пару полуоборотов вот таких вот Я попробую взвести ее еще дальше Фиксирую иголочкой шестерню Приподнимаю механизм, подталкиваю И опускаю механизм Вот таким вот образом Чтобы у меня всегда был удар вниз Пружинка хочет всегда вернуть обратно Давайте еще чуть-чуть Ну уже я хочу, так сказать, перестраховаться Знаете, не разбирать еще раз, мне не хочется Так, приподнимаю и подвожу чуть-чуть еще И подвожу еще чуть-чуть Вот так, и вот так, и вот так Вот Вот, сейчас я чувствую, что добавилось усилие небольшое Но все работает Все работает Возвращается, как видите Я сейчас поставлю точечку для вас Вот в это место Видите? Постоянно возвращается в одно и то же место Ну, теперь можно, я думаю, зажать Эти винтики Так Итак Смотрим Все возвращается И зажимаем вот этот Все возвращается Видите, я даже не держу уже руками Весь этот механизм Ставим его На ноль И теперь всегда При любом нажатии Механизм возвращается на ноль Супер Ееееееее Урааа 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 Что бы ты ни делал в жизни Почему-то все надо ремонтировать своими руками Как так? Я не знаю Вот что не сделать на заводе сразу Так, как положено То ли они эту пружинку забыли взвести Что она, недостаточно усилий у нее была То ли что? Странное дело Странное Вот Почему я смог отремонтировать А китайцы Которые его выпускали Не смогли Ну смотри Теперь он Он теперь хоть вверх ногами будет работать Он теперь хоть вверх ногами будет на ноль возвращаться постоянно В любом положении Каком бы я его сейчас не дергал Хоть в этом положении Хоть в этом положении Как бы я его сейчас не касался Он все время возвращается на ноль Понимаете? Какая ситуация Ну тут Вы можете подвинуть точно на ноль И при дергании Хоть ты его 200 раз дергай А это механика Там шестерня Рычажок этот упирает в упор И он не может дальше подвинуть Он постоянно в этом упоре Стукается в этот ноль Так что тут все логически Это ноль Это там просто стопор стоит Вот того коромысла с шестеренкой Там стопор И сколько ты его не бей Он будет на ноль Все, друзья Капец, слушай Что важно вам показать Что у этого индикатора У него рабочее положение Вот этого рычага Может быть как снизу Так и сверху То есть я давлю сверху Он показывает И я давлю споднизу Он тоже показывает Сколько он показывает? Давайте посмотрим плавно Он делает один оборот И 15 минут Если так по часовому То получается один оборот стрелки Это минута И еще 15 секунд Это если я давлю сверху Если я давлю снизу По идее он должен показать точно так же Да, один оборот Да, один оборот Один оборот И 15 секунд снизу То же самое и сверху Вот так вот Индикатор может работать В обоих направлениях Без ограничения Как видите Можно давить И снизу И сверху Ну вот Он просто замечательно Сейчас работает Куда там браться Тому что было до этого Небо и земля Граждане Ну как так, ребята Почему вы, китайцы Не можете сделать Вот эту вшивую вещь Нормальную Почему я должен Это исправлять Скажите мне, пожалуйста Блин Ну все Всем, кто смотрел Спасибо Надеюсь, вот эта вещь У вас будет работать Теперь так, как положено Пока Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры